Причем он известен как у тюркских народов, он звучит как ур, и ур это означает бий, так и у индоевропейских народов, не только у славян, он известен и у германцев. Аналогичные близкие фонемы мы найдем и, собственно, в немецком, и в английском, и во французском языках. У кого он был изначально и кто повлиял, вот здесь есть разные точки зрения. Но вообще, вот так исторически сложилось, что сравнительное языкознание и лингвистика как таковая, она германоцентрична, потому что, в общем-то, это ведущими специалистами в этой области, зачинателями этого направления, филологической наук, конечно, были представители англсаксов. А они, конечно, в первую очередь, когда возникала, скажем, проблема спорная, когда можно было трактовать в ту или иную сторону, они, конечно, трактовали всегда в свою пользу. Поэтому у них германские языки самые древние, славянские самые молодые и так далее. И поэтому каждый раз выводы лингвистические в массе своей, ну, скажем, по поводу Ура, это, конечно, Фасмер, один из крупнейших представителей сравнительного языкознания, но он как раз-то и всегда и трактовал, в случае, если можно было выбрать между славянами и германцами, он трактовал в германскую пользу. Как это в реальности было? Могло быть с запада, могло. Могло быть с востока от кочевников, могло, потому что Древняя Русь граничит с Великой Степью, и, как вы знаете, бесконечные волны кочевых народов, которые Великая Степь рождала и направляла сюда, в Западную Европу, контакты были постоянными. В основном, конечно, военные, хотя были там разные периоды, то есть могло прийти откуда угодно. Но в целом, поскольку это встречается в индоевропейских языках, а славянский язык принадлежит к индоевропейской группе, то это могло быть и изначально присутствовать, собственно говоря, в славянском языке. Другое дело, что именно в нашей традиции отечественная Ура именно закрепилась так, как ни у одного и другого народов. Поэтому вот в этом контексте мы можем считать это традиционно нашим российским боевым кличем, торжественным кличем. Поэтому вопрос о том, кто, где и когда изначально, вообще-то мы вряд ли когда-либо найдем убедительных ответов, окончательных ответов математических на этот вопрос. Да, по большому счету, это не так и важно. Это просто такая тренировка, я бы сказал, для игры разума, чтобы понять, как сложно мир устроен, сколько в нем разных элементов и как они причудливо иногда с собой взаимодействуют. Ура! 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 Термин князь, он даже может быть более древний, чем, собственно говоря, вот это Ура. И он указывает вообще на общность индоевропейцев вообще, то есть до выделения оттуда именно германских языков и, собственно, славянских. Потому что к этому корню, проиндоевропейскому, восходит не только, собственно говоря, русская князь, но туда же средненемецкая конунг и более сокращенный вариант это кинг у королей английских. Значит, соответственно, это указывает на то, что вот это общее их происхождение указывает на то, что этот термин появился еще на стадии, когда индоевропейцы вот только осваивали, собственно говоря, Европу и еще разделения на отдельные языки не произошло. Другое дело, что именно в русской традиции он закрепился как титул, именно как титул за верховным правителем. В Западной Европе кинг-короли, да, как главы государств Великобритании. В Швеции конунг – это что-то вроде принца или герцога, скорее дюк. И поэтому за шведскими конунгами никогда королевский титул не признавался, в отличие от тех же королей Великобритании. В России сам титул князь, он тоже претерпевал эволюцию. И если до, скажем, Ивана Грозного князь – это глава государства, то с Ивана Грозного присвоение царского титула, а потом с Петра, князь переходит на уровень, он остается как титулование, но князьями будут называть уже представителей, собственно говоря, вот этих удельных династий, великих князей, так называемых, даже в императорской России. Великие князья – это члены императорской фамилии. То есть и в России он будет претерпевать изменения, но со временем. И, по сути дела, раз великие князья, члены царской фамилии, носят этот титул, то князь становится эквивалентен западноевропейскому принцу. Но здесь важно другое, что когда этот термин, собственно говоря, титул закрепился, именно в домонгольский период нашей истории, то важно отметить, что западноевропейская традиция, гинастическая и генеалогическая, они, в отличие от нас, кстати, в вопросах генеалогии, там, можно сказать, целая наука существует, потому что там сильны традиции кровного родства и знатности рода, и для них это, так сказать, вопрос, ну, власть – это самый важный вопрос, поэтому он принципиально именно там у них и разработан. Там, знаете, вечи королей не выбирала, там вот она вот, знатность рода определяется его древностью. Ну, вы знаете, вот спросите сегодня любого человека, ну, и по происхождению, либо по самосознанию русского, вот назови своих предков на максимальной дистанции. Ну, наверное, дедушек и бабушек, на уровне прабабушек и прадедушек уже вряд ли, дай бог одного. Но спросите сегодня любого шотландца о своих предках, любой шотландец вам назовет до седьмого колена, семь раз пра. Это вот, чтобы вы понимали, насколько западная Европа более чуть как происхождению, знатности рода и так далее, чем мы, в отличие от нас с вами. И поэтому западноевропейский взгляд, они себя-то как бы поднимали на высшие, как бы, этажи вот этой знатной лестницы пирамиды. И на всех остальных государств и лидеров этих государств смотрели свысока и никогда не признавали за ними титула равного себе. И за Иваном Грозным, и за Петром они не признавали, или очень долго, только из дипломатических, так сказать, ну, в Москве назовут царем, а у себя в книжке опубликуют русский варвар, деспот и так далее. И есть единственное в этом контексте исключение, ну, для ранних этапов истории, а именно, именно за древнерусскими князьями они признавали, именно князьями, не королями, признавали титул равному королевскому. Княгиня, скажем, Ольга для них это королева Ругов, королева Ругов. То есть князья древнерусские, титул князь, считался равным королевскому титулу, выше только императорский. И вот это важно иметь в виду. А с точки зрения происхождения, подчеркиваю, это уходит в глубокую древность, индоевропейскую, поэтому в равной степени на этот термин могут претендовать все народы, говорящие на индоевропейских языках. Ну, немецкие лингвисты, конечно, скажут, что, ну, конечно, славяне позаимствовали от конунга. Ну, а как иначе? Если у нас, и в нашей-то литературе у нас все от шведских конунгов, при всей очевидности того, что не говорили русские князья на скандинавском языке. Народ Новгородской прислал князем тебя звать. Враг наступает, князь. Из Борск пал. Скол взяли. На Новгород немец движется. Али перетрусил, господин Великий Новгород. Сирот, пожалей. Позабудь обиды, Ярославич. За обиду русской земли встану. Слово верное. На защиту встань. На защиту? Защищаться не умею. Сами бить будем. Без меры бить будем. Значит, ну, а чего взяли, что древние русы выходили в шароварах и с чубами? Ну, я, конечно, могу предположить. Дело в том, что русские летописи очень скупы, кстати, на описание внешности князей. Но есть одно единственное исключение. Так закрепилось в нашей традиции. Мы вроде бы точно знаем, как выглядел князь Святослав. Потому что его описал такой, ну, как бы источник со стороны. И вроде бы в этом смысле достоверный. Это Лев Диаков. И он действительно описал его следующим образом. Он был среднего роста, плечист, коренаст, правильного телосложения. Это он подчеркивает. Значит, дальше внешность. Внешность он любопытно описывает. Он говорит, что Святослав не отличался по одежде от остальных же членов своей дружины. Они припылили в ладье. Он сидел вместе с грибцами. И он ничем не отличался, а отличался одним в одежде. Одежда была чистая. Белая и чистая. В русском переводе голова выбрита на лысо. И только с одной стороны прядь. Перевести буквально прядь, которая свисала на бок. Дальше густые брови. Густые, длинные усы. Но на первом месте именно густые. И голубоглазый. Вот это его, как бы, он подчеркнул. Голубоглазый Святослав. Значит, и вот это описание, некритически заимствованное, вроде бы, как, действительно напоминает, вроде бы, то, что мы потом увидим именно у запорожского казачества. Не у украинцев, а у запорожского казачества. Чуб, лысый, безбородые и, как бы, с усами. Ну, вот, некритическое восприятие этого источника, оно, вот, как бы, так закрепилось, вошло в учебники, в изображения и так далее. Но, все-таки, в исторической науке, вот, достоверность этого описания, она поставлена под сомнение. Во-первых, не факт, что Лев Диакон видел Святослава и присутствовал на переговорах. Второе. Дело в том, что, если сравнить описание, которое, вот, буквально он дает, внешности Святослава, то оно буквально практически повторяет описание Атилы Уприска, Атилы вождя гунов, да, соответственно. Причем, вот, именно вот так же одежда отличается только тем, что чистая одежда и тот же самый Чуб. Соответственно, вот, это совпадение во многих, ну, в основных деталях, оно говорит, что, скорее, он, Лев Диакон, нисколько описывал реального человека, сколько брал некий такой стереотип описания знатного. А вот, насколько действительно, вот, эта выбритая голова Чуб были специфичны у русов или известны у других народов, то тут наука однозначно. И, опять-таки, и в степи, и у тюрков, и в, ну, гуны, и в Европе нечто подобное мы найдем. При этом, кстати, вот, является ли даже в Диаконовском описании Чуб, он же не говорит Чуб посередине, он говорит, что какая-то прядь и сбоку. И что значит сбоку? То есть она вообще раз оставлялась где-то на боку или свисала на бок, это непонятно. Дальше. Безбородость у Диакона. Но это не точный перевод на русский язык. В оригинале там стоит другое греческое обозначение, которое более корректно перевести, как редкая борода. Не густая, а редкая борода. И, кстати, в латинской переводе Льва Диакона там так и перевели, в отличие от русского. Именно редкая борода. То есть не факт, что он был именно выбрит. И вот это длинные усы. И, наконец, вот у меня лично этот образ вызывает сомнения по одной простой причине. Вообще вот этот Чуб у всех, у кого он известен, он означает знатность рода. Он подчеркивает вот свою исключительность. И, соответственно, а я подчеркиваю, для рода вот эта традиция передается она из поколения в поколение. Тем более вот этот признак родовой, который отличает вас от других, вашу знатность подчеркивает. Это означает, что вот в эту эпоху консервативную, но она не была подвластна моде. Гламура не было. То есть там это вот все, что связано с внешним обликом, это имело языческое значение. Это ритуальное подчеркивало происхождение, знатность человека, его место в обществе. И оно вот не менялось сию секунду. И уж в династии, если Святослав от Святослава непрерывно идет линия вот этой семьи, которую мы условно называем Рюриковичами. Это наш книжный термин, они себя Рюриковичами не называли, у них не было фамилии Рюрикович. Ну а Святослава идет прямая линия, да, его сын Владимир Святой, креститель, далее Ярослав Мудрый, ну и дальше понеслась, да. Я к чему это говорю? Что если бы Святослав носил вот этот Чуб, как родовую принадлежность вот к этому высшему, высшей знати русской, то, соответственно, это должно было бы передаваться по наследству. Но в роду древнерусских князей мы больше никогда не встретимся вот с этим специфическим Чубом. Поэтому, собственно говоря, вот считать, что у древних русов и русских князей вот отличительной чертой была вот именно вот эта выбритая голова с этим казачьим Чубом. И да, и, кстати, там нет ничего про Шаровара, это нет в описании Святослава Шаровара, у него есть просто белая одежда. Наконец, что касается запорожского казачества, подчеркиваю, конечно, они никак не связаны, не приняли это от русов, тем более, что к моменту появления, к формированию украинского запорожского казачества, не ранее 15 века, а судя по всему, это уже 16, наверное, век, то здесь, конечно, прослеживается преемственность не сколько с древними русами, сколько с тюркоязычной традицией. Шаровара – это, конечно, Восток, это тюркское начало, Чуб – тоже самое известное. Но у них само слово «казак», кстати, это тюркское слово, заимствованное оттуда. То, что казаки полиэтничные – это сложная такая социальная группа, это тоже понятно, поэтому смешение разных культур и разных традиций тоже нормально. Кстати, помните у Шолохова, да, о происхождении Григория, да? Там же тоже тюркская мощная составляющая, вот этот знаменитый горбатый нос Григория Мелехова, ну, родовой их. И это нормальная совершенно ситуация. Другое дело, что нужно иметь в виду, что как украинское, так и украинское мы сейчас называем, оно не было, они себя украинцами не называли, это были запорожские казаки, и они при этом были носителями традиционной русской культуры, они говорили на русском языке, они были православные, за святую Русь, за веру православную, и они были, очень важно этот момент подчеркнуть, казачество полностью сохранило и воспроизводило традиции очень специфической формы социальной организации восточных славян, а именно самоуправляющуюся общину. Высший орган власти, собрание, вече у казаков, круг, и дальше выборность всех должностных лиц, десятские, соцские, сотник отсюда, да, у казаков, дальше тысячи, но у казаков там возникнет позднее гетман или атаман у донского казачества вместо тысячи. Но это вот специфика другого влияния. Но сама традиция, она полностью воспроизводит и опирается на социально-культурную традицию восточных славян. В этом смысле, несмотря на то, что они были полиэтничны по своему биологическому, если угодно, происхождению, по своей социальной сущности, это важнейший элемент, что запорожского, что русского казачества, важнейший элемент нашей истории, культуры, традиции и так далее. И в этом смысле достойный однозначно изучения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова